Здравствуйте, уважаемые радиофобы и радиофилы! Я решил немного отступить от темы дозиметрических приборов и сегодня покажу вам очень интересный радиоактивный артефакт. Это вольтметр переменного тока. Предназначен он для измерения напряжения до 250 вольт. Модель вольтметра называется A421. И это довольно распространенный вольтметр. Однако у прибора именно вот в таком исполнении я не нашёл никакой информации. В интернете нет ни одной фотографии. Вольтметр представляет собой измерительную головку в стандартном советском корпусе. Его лицевая часть точно такая же, как у микроамперметра М494, который хорошо нам знаком по приборам DP1. Однако сходство только в этом. А по конструкции это совершенно разные приборы. Микроамперметр М494 внутри себя содержит большой и тяжёлый магнит. А вот вольтметр A421 имеет электромагнитную систему, то есть небольшую катушку с сердечником. Поэтому он легче. Его масса всего 260 грамм. А вот М494 весит 365 грамм. Размеры вольтметра 80 на 80 миллиметров и глубина 60 миллиметров. Вольтметр помещён в стальной стакан. И также внутри лицевой части корпуса имеется вот такая стальная лента. Скорее всего это сделано для защиты прибора от электромагнитных полей. А может быть и наоборот. Для того, чтобы электромагнитное поле от катушки прибора не выходило наружу и не мешало другой аппаратуре. Давайте рассмотрим шкалу вольтметра. Она начинается с 0 вольт. Но первое рабочее число это 50 вольт. Далее деление следует через каждые 10 вольт. Положения 50, 100, 150, 200 и 250 вольт подписаны цифрами. Также метка 220 вольт выделена жирной и длинной линией. Очевидно, что вольтметр был предназначен для контроля напряжения в сети. Дуги шкалы и риски белого цвета. А вот цифры, метки и буква В имеют характерный горчичный цвет. Кончик стрелки такой же горчичный. И это не что иное, как светомасса постоянного действия на основе солей радия 226. Такая светомасса после нанесения на заводе могла светиться самостоятельно в течение нескольких лет. Но с ней мы познакомимся чуть позже. В нижнем левом углу мы видим наименование модели вольтметра. Э-421. Буква Э, кстати, как раз обозначает, что это электромагнитный вольтметр. И здесь указана дата его изготовления. 1955 год. В те годы никто не боялся радия, и СПД применялись повсеместно в приборах. Между этими цифрами находится эмблема завода-изготовителя ВЗЭП. Это Витебский завод электроизмерительных приборов. Этот завод был основан в 1952 году в городе Витебск в Белорусской СССР. И до 1957 года подчинялся Министерству электротехнической промышленности СССР. Что очень замечательно, завод с распадом Советского Союза никуда не делся. Он до сих пор работает в Беларуси. Занимается производством электроизмерительных приборов. В том числе и для автомобилей и тракторов. Выпускает счетчики электроэнергии, счетовые приборы и многое другое. В общем, работает по специализации. Ниже указан серийный номер 208 068. Не знаю, можно ли его расшифровать, но вот такой шестизначный номер. Справа у нас символы, которые информируют о характеристиках прибора. Волнистая линия обозначает переменный ток. Значок катушки говорит о том, что это прибор электромагнитной системы. Значок молнии 2 кВт. Это данные об электроизоляции корпуса и проверке ее напряжением в 2000 Вольт. Ну и 2,5 это класс точности прибора. То есть его погрешность не более 2,5%. Пришел он ко мне в разбитом виде. Почта разбила стекло и сломала крепежные ушки. Поэтому вот эту часть мне пришлось заменить. У меня как раз был ненужный корпус от микроамперметра М494. И он замечательно подошел. И все бы ничего, но как я уже говорил, на шкале вольтметра нанесена радиоактивная светомасса. А любая светомасса постоянного действия со временем разрушается и осыпается. И вопрос только в степени интенсивности этого процесса. Давайте я возьму дозиметр. И мы с вами посмотрим, насколько же сильное излучение идет от шкалы. Как вы знаете, радио-226 характерен тем, что он и продукты его распада активно излучают все три вида радиации. Альфа и бета частицы, а также гамма-лучи. Вот дозиметр радио-код 101. Он способен регистрировать столько гамма-излучения. Я приближу его к наиболее активной части шкалы. И вот на таком расстоянии мы видим мощность дозы около 6 млрт в час. Если взять хорошо известную всем радиовую шкалу DP63, то там цифры даже немного меньше. Если посмотреть на спектрограмму излучения, то никаких сомнений не возникает. Перед нами радионуклид радио-226. Берем радиоскан 701 без крышки фильтра. То есть прибор у нас сейчас будет видеть и бета, и гамма-излучение. И вот у нас уже 14 млрт в час условно. Однако даже тонкое стекло очень хорошо задерживает бета-частицы. Вот у меня сохранилось фото, когда я измерял радиосканом через треснутое стекло. Здесь уже более 18 млрт в час. Всего лишь через трещину. Но это еще что? Я уже сказал, что мне пришлось вскрыть прибор и заменить корпус. Так вот, я подносил радиоскан вплотную к шкале без стекла. И дозиметр показывал цифру в 200 условных млрт в час. В тот момент я ничего не снимал, мне было совсем не до того. Но просто поверьте на слово. Спутник он, конечно, зашкалит. Но давайте посмотрим. Можно еще взять, например, DP5V. Измерять будем в режиме гамма. На поддиапазоне умножить на 0,1 у нас ожидаемый зашкал. Поэтому переключаемся на поддиапазон умножить на 1. Тут, конечно, больших цифр не будет. Но давайте немного подождем. Вот прибор у нас показывает около 2 млрт в час. Тут хорошо становится видно, где именно нанесена радиоактивная светомасса. Эти части шкалы выпуклые, что хорошо заметно по теням. Вот у нас видно, как цифры выступают, метки также выступают. При таком увеличении заметно, что светомасса не гладкая, а похожа на мелкий песок. То есть состоит из мельчайших крупинок. Давайте теперь посветим на шкалу ультрафиолетовым фонарем. Обратите внимание на яркие точки вокруг цифр. Это как раз не что иное, как осыпавшаяся светомасса. Вот эти мельчайшие частички вы никогда не заметите невооруженным глазом. А именно они могут наделать больших бед при неаккуратном обращении. Именно по этой причине такие приборы со светомассой постоянно в действии разбирать нельзя категорически. К сожалению, в моем случае это было неизбежно, так как разбитое стекло это просто открытая дверь на выход для таких частиц. Поэтому я разбирал прибор при полном соблюдении норм безопасности. В том числе на лице у меня была медицинская маска. Не дай бог вдохнуть такую частицу внутрь. Снаружи она не опасна, но если попадет в легкие, то последствия могут быть очень нехорошими. Наверняка у вас, как и у меня, возникнет вопрос, а светится ли в темноте радиоактивная шкала сегодня, спустя почти 70 лет. Чтобы получить ответ, я в полной темноте сделал фотографию шкалы с выдержкой 30 секунд и немного усилил контраст. Получился крайне интересный результат. Свечение очень слабое, но тем не менее оно совершенно точно есть. Если еще более усилить уровни яркости в фоторедакторе, то перед нами будет вот такая картина. Как видим, светомасса люминисцирует красивым зеленым цветом. И здесь прекрасно видно, на каких участках шкалы она осыпалась. Вот такой интересный артефакт. Интересный, но опасный. Дома такой прибор держать не стоит. Будьте здоровы, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok